В Мозорском районе на 1 января насчитывалось 298 профсоюзных ячеек. Их лидеры собрались в зале Мозорского райисполкома, чтобы подвести итоги работы за 2021 год и наметить планы на 2022. В первую очередь заслушали доклад председателя Мозорского районного объединения профсоюзов Анны Казакевич. В нем актуальные вопросы деятельности и главные направления работы, которые были приняты на предыдущем совете. Федерация профсоюзов перед нами ставила много задач. Это, во-первых, создание первичных профсоюзных организаций, это рост численности, это сохранение социально-трудовых гарантий для работников наших предприятий. Я считаю, что в этот непростой год, который мы провели, мы достойно справились с этой задачей, а сегодня нас советим, подведем итоги и наметим задачи на предстоящий год. За прошедший год в Мозорском районе создано 25 новых профсоюзных организаций. 80% из них в частном секторе экономики. Работа в этом направлении на сегодняшний день является приоритетной в профсоюзном движении. На 1 января 2022 года сформирован реестр из числа 60 организаций частного сектора экономики, где можно создать профсоюзные организации. Деятельность Мозорской профсоюзной организации высоко оценивают на уровне области. В приоритете это информационная работа. Мы все с вами потребители информационного продукта. И нужно правильно и объективно доносить ту информацию, которую мы воспринимаем. Особенно это касается нашей организации. Наша задача, первая цель это уставные задачи, защита трудовых прав, социально-экономических интересов. Что касается Гомельская область, сработала достаточно результативно в этом плане. Мы восстановили 13 незаконно уволенных работников, 7 миллионов незаконно удержанных денежных средств. Мы возвратили в семьи, а за каждым стоит, естественно, семья, кредитные обязательства. В эту копилку большой вклад и внесло Мозорское районное объединение. Мы сегодня будем говорить, о как будем нацеливать молодежь, вовлекать их в различные мероприятия, особенно в год исторической памяти. Запланирован ряд областных мероприятий, в том числе и на Мозорской земле. Мозорские профсоюзы прирастали численно и росли качественно. Кроме вопросов трудовых отношений, оздоровления, мониторили цены, оказывали правовую помощь, контролировали безопасность труда, выступали организаторами гражданско-патриотических акций, туристических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. На итоговом совете была принята декларация о поддержке республиканского референдума. Единство, партнерство и взаимодействие. Именно под таким слоганом проходит сегодня заседание Совета районной организации профсоюза. А сегодня здесь собрались все представители общественных объединений Мозорского района. И мы сегодня все вместе поддерживаем декларацию, которая будет принята сегодня районным объединением. Ну и мы сегодня выступаем представителями своих общественных объединений, трудовых коллективов. И мы все вместе поддерживаем проведение референдума по изменениям и дополнениям в Конституции Республики Беларусь. И мы все вместе придем на участки для голосования 27 числа. Участие в предстоящем политическом событии – это ближайшая цель. Кроме этого, на совете поставили задачи на перспективу, среди которых все та же системная работа, которая лежит в основе профсоюзного движения. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозорь.